Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Елена Керн. В Удмуртии, как и во всей стране, начался осенний призыв. На этот раз на службу отправятся 1300 призывников республики. Это меньше, чем в прошлый призыв и объясняется постепенным переходом на контрактную основу. Треть всех призывников отправится к месту службы в течение октября. Об этом рассказали в военном комиссариате республики. Традиционно сухопутные войска, как самые многочисленные, и у нас чуть более 50% призывников пойдут служить именно в сухопутные войска. Для нас, для нашей республики, значимая достаточно цифра – это РВСН от 13%, воздушно-космические силы – 11% от всего объема. Чуть больше призывников на этот раз отправятся служить в Морфлот, Техиокеанский и Северный. И точно известно, что 8 юношей ждут в научных ротах. Их разработки представляют интересы для Минобороны. Окончится призыв 31 декабря. В комиссариате работает горячая линия. Телефон на экране. И к другим событиям. В единый день безопасности железнодорожники совместно с ГИБДД вышли в рейд по переездам. Какие результаты дает такая совместная профработа, выяснили наши корреспонденты. 9 утра улица Телегина, железнодорожный переезд. Машины одна за другой медленно переезжают пути, создавая километровую пробку. Одни торопятся, не замечая, что на светофоре давно горит красный. А вот так нарушают пешеходы. Всего за несколько секунд до проезда пассажирского состава мужчина переходит рельсы. Этот переезд один из сложных в Ижевске, констатируют железнодорожники. Здесь очень большой поток машин, а значит вероятность ДТП увеличивается. Здесь очень большой поток машин, здесь нет дежурного работника по переезду. И в случае нештатной ситуации, так сказать, нужно водителям еще раз объяснить, как действовать в данной ситуации, чтобы избежать каких-то происшествий. За проезд железнодорожного переезда при запрещающих сигналах водителям грозит лишение прав от 3 до 6 месяцев. За остановку и обгон на рельсах нужно будет заплатить от 500 до 1500 рублей. А эти листовки для водителей, как напоминание о правилах на ЖД-переезде. Сегодня в Единый день безопасности их раздают каждому водителю. Всего в этом году на полигоне Ижевского региона ГЖД правила переезда путей нарушили 4 сотни автомобилистов. Вот один из последних случаев серьезного ДТП. Совсем недавно зафиксирован факт 29 сентября наезд ДТП в Пермский край, это станция РАБАК. Значит, тоже нарушены были все правила дорожного движения. Слава Богу, обошлось без жертв. Он врезался в поезд? Да. Результаты от таких рейдов, считают, железнодорожники есть. Нарушителей нынче на сотню меньше, чем за такой же период прошлого года. Сократилось и количество аварий на переездах. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Утмуртия». В Ижевске продолжение получила история с продажей липовых путевок в один из детских черноморских лагерей. Подробности рассказали полицейские. Ижевчанка предлагала приобрести путевки по льготным ценам, которых на самом деле у нее не было. Родителям она представлялась педагогом одного из ижевских лицеев, хотя на самом деле работала там уборщицей. Женщину осудили на 6,5 лет лишения свободы. Ущерб составил более 800 тысяч рублей. Пострадавших более 40 человек. Но, как оказалось позже, это был далеко не весь список. Сейчас женщину подозревают в совершении еще семи подобных преступлений. Эти преступления она уже совершилась с апреля по июнь 2017 года. То есть на момент их совершения, в период их совершения, она находилась под подпиской о невыезде, поскольку уже в отношении нее велось расследование. По семи фактам сейчас уже отдельно, по дополнительным эпизодам, также возбуждено следственным отделом по Первомайскому району следственного управления ОМВД России по городу Ижевску уголовное дело. Подозреваемую вновь перевели из колонии в СИЗО. Полицейские ищут новых пострадавших, ждут от них сообщений и телефон на экране. Это лето для российских туристов выдалось непростым. Кто-то имел несчастье оказаться клиентом не летающей авиакомпании, кого-то обманули в турагентстве, а кто-то на отдых не вылетел, чтобы не стать жертвой вирусной инфекции. Как раз сейчас туристы начинают бронировать туры на следующее лето. Как избежать ошибок прошлого сезона, разбиралась Ксения Мороз. На солнечные турецкие пляжи жительница Машгия Ангелина вместе с маленькой дочкой в этом году решила не ездить. Хотя путевку купила еще в июле. Испугалась вируса Коксаки. Раз мы боимся, мы как бы обратились в турагентство, где покупала я путевку. Они нас начали там запугивать, что ничего мы вам не вернем. То суд будет, если я судиться тогда буду. Я там все красиво изложила, все как по законам. Там Ксения Сергеевна с Роспотребнадзора мне вывела эту бумажечку. Таким по законам упираться надо, что они обязаны выплатить мне вот эти все денежки без ущерба мне. Деньги Ангелине вернули. С подобными обращениями в Роспотребнадзор этим летом обратились 12 человек. Официального запрета на выезд в Турцию Россия не принимала. Однако надзорный орган считает, что отказавшимся от поезда к туристам агентство должно вернуть все деньги. Если он уже приобрел путевку, но еще не выехал и принял такое решение отказаться от путевки, в данном случае он имеет право на стопроцентный возврат и расторжение договора. Общий принцип возврата денег за поездку в туризме таков. Если на уровне российского правительства есть официальный запрет на выезд в страну, а путевка куплена до этого, все деньги вернут. Если официального запрета нет, а турист отказывается от поездки, то компенсация будет неполной. В спорных ситуациях, как с вирусом Коксаки, решать через суд. Сейчас начинается раннее бронирование туров на зимние каникулы и лето. Совет экспертов подстраховаться, причем в буквальном смысле этого слова. Если вы купили путевку уже и, соответственно, ее проплатили за 2, 3, 4, 5 месяцев, а то и полгода, то у вас изменились планы, то тут все-таки нужно действовать по закону. То есть обычно при таком раннем бронировании турагенты, соответственно, и туроператоры предлагают так называемое страхование от невыезда. Туристическая путевка – это инвестиции в отдых, поэтому в Российском Союзе туриндустрии настоятельно рекомендуют ответственно подходить к выбору туроператора или агентства. А если возникла проблема, решать ее не в социальных сетях или месседжерах, а по закону, направлять письменные заявления и претензии. Ксения Мороз, Василий Хохорьков, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии появится первый памятник этнологии. Это священная Марийская роща. Находится она в Граховском районе, недалеко от деревни Маривожжай. Священная роща у марийцев традиционно считалась местом моления. В этом лесу даже сохранились редкие реликтовые деревья. Три года назад сотрудники Удмуртского госуниверситета провели здесь исследовательскую работу. А сегодня экспертный совет при агентстве по охране памятников принял решение. Священной роще нужна государственная охрана. В этих зонах нельзя рубить деревья, нельзя копать там землю. Они должны, нельзя там шуметь. И, соответственно, уже жители деревни опасаются, что эти земли, эти священные рощи могут попасть в частную собственность. На них могут распространяться какие-то планы по освоению этих территорий, по рубке этих лесов. И поэтому, действительно, для сохранения, прежде всего, самих вот этих марийских общин, скажем так, действительно необходимо поставить их на государственную охрану. В ближайшее время в рощу должны приехать эксперты для проведения историко-культурной экспертизы. И только потом она попадет в единый реестр памятников истории и культуры народов России. На исторической родине марийцев Мариэл на государственную охрану поставлено более 300 подобных памятников. Итальянская опера в итальянском исполнении. Юбилейный 60-й сезон Театр оперы и балета Удмуртии открывает одной из самых постановочных опер в мире – Флория Тоско. Ведущие партии исполнят звезды мировой оперной сцены – Кьяра Таиджи и Марко Чингари. Одними из первых на нашей сцене их услышали наши журналисты. Новый сезон Театр оперы и балета имени Петра Чуйковского открывает опера и Джакому Пучини – Флория Тоско. На репетиции звезды мировой оперной сцены – итальянцы Кьяра Таиджи и Марко Чингари. Ничего личного в свою героиню я не привношу. Все, что есть – от композитора. Только темперамент римской девушки, потому что я сама из Рима. А речь в Тоске как раз идет о римлянке. Уникальная сопрано Кьяры Таиджи и живчанам знакома. Певица не раз выступала на этой сцене. Говорит, рада встрече и с коллективом театра, и со зрителем. Ее партнер, баритон Марко Чингари, выступал в крупнейших театрах мира. А вот на российскую сцену выйдет впервые. А значит, ижевский зритель увидит нового Скарпио. Кстати, это любимая роль Чингари. Это мой Скарпио, и я его люблю. В этом образе много насилия, жестокости, но не от вульгарности. Герой очень воспитанный, элегантный. Он как змея, красиво, медленно подкрадывается и резко бросается. Каждый раз эта опера Пучини рождает новые взаимоотношения героев на сцене, говорит главный дирижер театра Николай Роготнев. Коренные итальянцы с их оперной школой и темпераментом преподнесут зрителю и наслаждение, и сюрприз. Это итальянская опера, это их родной язык, это их родная стихия. Опера, как известно, родилась в Италии, и поэтому они как рыба в воде, как... То есть это их не родной воздух. Каждая роль, она сыграна со своей энергетикой. И эти взаимоотношения каждый раз разные. И каждый спектакль с новыми исполнителями, безусловно, разный. Открытие сезона состоится 6 октября. Ксения Мороз, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». И на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте myudm.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин